в машине 163 163 кто общей ночью работает ну чё, погнали что ли? 163 еще 100 ворот он 63 а нам надо 163 посмотрели кузов, тент порван, не порван у нас с этим строго это я говорю у нас с этим строго мы туалетную бумагу таскаем смекаешь о чем я? все, понял в раз таскаете бумагу значит все ништяк я говорю вообще все отлично у нас все четенько так вот так все это все это 185, 173, 163 Так, вот они Ну привет, привет, сейчас мы сюда встанем Все, короче, паркуемся В общем, ребята Все еще едем 1.58 Минус 9 Вот мы со 107 Короче, на 7 свернули И херачим в сторону Славного города Владимир Значит, план какой Пацаны, короче 1.58 Да? Если честно Меня уже начинают Немножко рубить Начинается Рубилово, так скажем Спать хочется уже, все Вот, и поэтому сейчас нам нужно Через сколько? Через 36 километров Нужно заехать в Орехово-Зуево Там у нас любимое говно Зальемся И стартанем на стоянку На самую ближайшую стоянку Опа И в моей подорожной сети Ложимся спать Раньше надо бы встать, попробовать Добежать до дома Хочется денек дома побыть Посмотрим, как получится Ну, конечно, время-то уже ночью Все нормально, люди спят Вот, ребята Желание приехать домой Выше желания поспать лучше Такая ситуация Все, ребята, на стоянке В каких-то кустах Хрен пойми Время 3 часа Подъем Не знаю, еще во сколько Надо посчитать, сколько осталось Километров Километров Сейчас прикинем 1016 километров, короче, еще Ё-моё Как мы это завтра проедем Я не знаю А домой-то хочется Короче, ван Во сколько туда 3 часа поспим В 6 встанем В 7 выедем Попробуем так Всем доброе утро Пойдемте-ка мы осмотрим машину Перед тем, как ехать Встал, почистил зубы Кофе не пил Ничего не пил Поспал 3 часа Вот Пойдемте осмотрим машину И будем собираться выезжать Что за подтеки Это не от нас Проверяем, ребята, всегда Запаски Наличие запасок Всегда Потому что их воруют Тент порезан Или нет Ну и пломбу Обязательно пломбу Смотрим Все Нормально Все, ништяк Все, хорошо Так, выезжать нам Как там сейчас Подвоем Да, хвост подвоем Немножко туда И вытянемся Выезжаем тихонечко Бордырчики вот эти вот Так, аккуратненько Все, пока никого нет Давайте полетаем Слевым поворотом Загрузили нас всего Ладно, 8 тонн Нормально Так, сейчас Пропустим грузовичочек И после него Давайте выходим Ага, вот наступает Рации можно сказать Спасибо ему Автовозник, спасибо, братан Заезжали Останавливались В общем В этот В кафешечку Одном Недалеко Отсюда Вот Зашел Покушал Что я там Так Борщ взял Короче Если интересно вам Потом Картошечка Такая запеченная И котлетка Салатик Под шубой Чай На 290 рублей Фотку привожу Если Потом Увижу Фотку привожу Короче Вот Все по-быстрому По-быстрому Приехали Перекусили Поехали дальше Время у нас Сейчас 10 часов 16 минут До Можги Еще 800 километров Еще 800 километров Ехать Ну Думаю К ночи Дай бог Доберемся Так Надо еще Логисту написать Чтобы Он не терял нас Я ему сразу Надо сообщить Что Завтра я дома Потому как Лерой Мерлен Раньше Времени Не выгружают Продолжение следует... Редактор субтитров Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше нам туда не надо У нас три лампочки Некоторые заходят Я конечно не понимаю зачем Может никуда не торопиться Я вот например дорожу своим временем Тем более сейчас Когда еду домой Совсем так в голову У меня И все полноте Крошу дам Шевые звуки Ночные божествля Сынервы любов И грелки в осьоте Тянем на дин И старые Зазновый гуд Лишь каждый пять Мы устали улыбкой И идти совсем в голове Совсем так в голову Я не всегда Я не всегда Я не хочу Годами долгими Ночами темными Годами долгими ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВУК В ДВЕРЬ Я не буду ВЕРЬ ЭТЛИЙ ЗВУК В ДВЕРЬ Я не всегда Я не хочу ЗВУК В ДВЕРЬ ЭТЛИЙ ЗВУК В ДВЕРЬ Я не могу Перестраиваемся, пока сзади никого нет. Открываем окошечко. Ха-ха-ха-ха, и хорош, Женек. Перестраиваемся обратно, ребята. Закрываем окно. Ну, что сказать. Мальчишки. Ха-ха-ха, мальчишки. Время 18.39, температура минус 9. По солярке у нас последнее деление. Сейчас заедем на Ирбис. После Казани зальем 300 литров. Дальше, скорее всего, в Мамадыш. Метанная заправка у нас, две лампочки осталось. До Можги пишет 280 километров еще. Сейчас будем плавненько заходить на заправочку. ДТ 47.69, Класс 5 46.69. Разница в рубль. 47.69, 46.69. В чем разница? Одно интересно, наверное, демисезонное, еще какое-нибудь, до минус 15, а другое уже зимнее подороже. Скорее всего, так. Как нам повезло, колонки свободные. Прям ништяк. Так, вот фурик встает на то место, где мы в прошлый раз заправлялись. Ну да ладно, ничего страшного. Встанем правее. Не забываем, бак у нас с левой стороны. Так, встанем вот сюда. Наверное, высота 4.6. Все отлично. Колонка дизель. Еще один дизель. Вот, скорее всего, здесь и летнее, и зимнее тоже. ДТ, ДТ, Е. Все нормально. ДТ, ДТ, К, С, 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 С так все ребята заправились 300 литров залили погнали дальше нам еще пилить в районе скажу точнее сколько так кирбис давай скройся закрыть так 270 километров еще 270 километров до дома в принципе и немного но с другой стороны и немало ребята так они сюда вот здесь проезд все товарищи дальнобойщики бродяги работнички стояночки отдыхают ребята давайте вам доброй ночи отличных снов вам так скажем а вот газпром кстати метан пока что еще не открытый но здорово будет здесь я думаю заправляться принципе ну-ка широко нет да хорошо широко заправляться здорово также есть грузовой сервис у них здесь у ирбиса вообще здорово а почему бы нет здесь у них и офигенная столовая классная и зона отдыха летом вот здесь все сидят отдыхают не знаю все что тебе угодно все здесь можно сделать короче мне кажется даже и гостиница какая-нибудь есть у них наверно здесь а а а а а К сведению сказать, в Менделеевске я работал во вневедомственной охране где-то в районе года два. Да, года два я отработал, поэтому не по-насучке знаю про этот город и передаю ему большой привет. Большой привет всем, кого я знаю в Менделеевске, всем моим дорогим подписчикам этого канала. Всем огромный привет, ребята. Когда-нибудь, камера нет на 60 у нас здесь, по-моему нет. Как-нибудь мы обязательно еще приедем в этот замечательный город, встретимся со всеми нашими друзьями. Посидим, отдохнем. Вот, а пока... А пока нужно работать, ребята. Пока что... Долг зовет, работа зовет. Проехали мы, кстати, город Елабуга еще. Что-то я не сказал. В Елабуге я прожил года три примерно. Года три в Елабуге прожил. Тоже обзавелся там друзьями, так скажем. Большой вам привет, ребята. Большой привет этому красивому городку Елабуга. Действительно, очень красиво там все. Мне понравилось. Но в силу неких обстоятельств нам пришлось вернуться обратно в город Можга. И сказать по правде, в целом, я не скажу, что я как бы расстроился тем, что мы вернулись обратно в Можгу. Потому как все-таки у меня работа разъездного характера. Дома я появляюсь крайне редко, так скажем. А жене необходимо было уже двое детей, следить за детьми. И одно, естественно, это делать тяжело. Ну, а в родном городе там, как говорится, и родители, и бабушки, дедушки. Поэтому и привезти детей оставить спокойно можно, и, не знаю, и делами своими заняться. Ну, что-то мы как-то дистанцию не держим. Надо немножко... Ты, Серго, либо обгоняй, либо дистанцию держи. Давай, дистанцию выбежи. Сплошная обгонять-то нам. Вот. И, в общем, мы вернулись в город Можгу обратно. Сейчас мы живем на данный момент там. Ну, я думаю, мы там и останемся. Все устраивает, все хорошо. Вот. Пользуясь случаем, раз уж представилась такая возможность сегодня, 7 декабря, проезжая через этот славный город Менделеевск, я хотел бы поздравить своего друга, товарища с его днем рождения. Руслан. Это тебе, браток. Давай, с днем рождения, дружище. Хотел бы пожелать тебе долгих лет жизни. Люби свою семью. Пусть семья твоя тебя любит. Успехов во всех твоих начинаниях. Пусть все твои начинания были бы тебе по плечу. Береги себя, береги своих родных, близких. Семья в нашем, в нашей жизни играет определенно очень уж важную роль. Так что с днем рождения, дружище. Давай как-нибудь приедем в гости с семьей, посидим, отдохнем, поговорим по душам. Ну а мы тем временем проезжаем поворот на город Менделеевск и направляемся в сторону города Машку. В сторону города Машка. В сторону города Ижевск. Столица. Столица нашей Лугамуртии. Вот кафешка Метелица. Сделали ремонт. Поставили, вот я смотрю, светильники. Очень даже ничего красиво. Молодцы, в принципе. Все здорово. Дорожный комплекс. Здесь я ни разу не останавливался ночевать. Ну а в принципе, а зачем мне здесь останавливаться? Либо до дома, вот она, рукой подать. Либо уж до Елабуги там. Тоже как бы найдем, чем себя занять. Так, все, ребята, добрались до Машки. Вот у нас стоянка. Сейчас мы сюда заправимся, будем заходить на стояночку. Сразу хочу заправиться метаном. Так, налево нам. Чтобы завтра... Так, нет, послезавтра уже с утра. Не думать уже об этом. И спокойно ехать в дорогу. Езжать. Сейчас вон туда вот нам надо будет. Ну, Машга, привет. Сзади нас никого. Если что, сейчас назад стоим. Можно было так-то на третью заскочить, но... Но, 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 но мы не сможем. Если бы вот эта газелька бы немножко вперед бы сдала, тогда бы еще ладно. Потому как заламываться будем, прицеп у нас у нее упрется как раз. На эту третью. Ладно, что, подождем. Не стало, что-то, короче. Так, здесь. Так, все, короче, заправились метаном. Полный бак. Все. Солярочка у нас есть. Почти полный. Одно деление. Сейчас план какой. Зажимаем на стоянку. Выключаем массу. У нас есть холодильник, поэтому нужно будет все продукты с холодильником, мясо, колбасу забрать домой. Потому как в машинке у нас не будет продолжительное время, грубо говоря, сутки. Ну, будем, конечно, приезжать и заводить ее периодически. Но продукты испортятся, я думаю, и надо их забрать домой. Так, отключим массу, заберем продукты, стирку заберем. Завтра заедем постираться. Так, нам направо. Та-та-та-та-та, чтобы еще бы не забыть. Вроде все. Сейчас подъедем к этой будке. Там сидит охранник. Запишемся. Аккуратненько, тут дорога не очень хорошая. Сейчас запишемся. И все. Называем такси, едем домой. Всем до завтра, ребята. Спокойной ночи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова